канал таежный обитель приветствует вас сегодня будет тема о напарниках в тайге буквально вчера подписчик иван иванович попросил меня об этом и я подумал да тема такая очень интересная он сказал что может его судьба сложилась бы так же как моя если бы он свое время нашел бы себе напарника но вот не получилось и дорога свернула по другому пути чай сегодня с грушевого варенья я уже вам показывал в саду у меня растут вот такие груши они вот их приходится когда они они опадывают и опадывают их приходится выдерживать какое-то время потом они становятся буквально вот мягкие мягкие и такие душистые вот такие груши они выдерживают наши морозы до 45 градусов ну ладно варенье очень вкусная бабулька молодец так приступим я специально тут для себя сделал такие наметки пришлось вспоминать сразу сходу не расскажешь когда я приехал то я сразу стала хоть с эвенками я женился на эвенке и естественно своим николай егоричем романовым уже буквально через месяц как приехал вам нак мы поперли в тайгу он у меня был первый напарник это был уже умудренный тайгой мужчина очень опытный летом каюрил в экспедициях на линях а зимой охотился он любил охотиться капканами и собакой умел но капканами он он и хромал на одну ногу сильно довольно хромал поэтому бегать за соболями ему было тяжело а вот капканами он был один из лучших специалистов в то время ну и мы у меня с ним не было проблем эвенки они такими малыми коллективами постоянно в тайге живут и как напарники они очень отличные вот эти северные народы об этом вот о северных народностях как напарниках можно судить по арсеньеву дырсу зала по федосееву у луки ткан и вот с ним я начинал потом я работал в стадии там юра трифонов бригадиром это был внук у луки ткана воспитанные луки тканом очень очень человечный очень это ну редкой души человек он даже даже не материл как я говорю йохар-мохар его самый страшный был мат если он скажет там чуть ругает йохар-мохар это значит нехорошо надо что-то исправляться вот он меня таежным этим премудростям всем учил и я благодарен вообще на всю жизнь к юрике я поехал был афанас петрович яковлев это я лето с ним вдвоем мы еще ваше было отдельно маленько к юрил а мы с ним это было что-то изумительное потому что постоянно рассказы он спокойный выдержанный воевал был специалистом по вооружению самолетов во время войны дослужился до старшины и награжден был медалями вот такой человек мне вот такие попались мои напарники я бы даже не сказал напарники они наставники ну что я приехал абсолютно неграмотный сташкент после службы на подводной лодке такой можно сказать пацан и они меня вот этой этике учили и я тоже старался чтобы николай егорыч вот первый который он там кочуешь надо быстро зимой под охотился три дня тут расставил капканы и кочуешь дальше кочуешь это очень напряженно надо поймать оленей свернуть палатку все это загрузить проехал там надо снова проехал 20 километров расставить все расчистить снег срубить жерди нарубить дров отпустить оленей им эти палки чангая повесить собакам сварить себе сварить и он всегда мне говорю коля тайге ты должен быть как спортсмен я спортсмен и ты должен быть спортсмен и у него действительно он все время шевелился все время быстро ну вот это были эвенки напарники потом ко мне приехал володя барышников о нем я вам много рассказываю мы с ним дружили с пацанов и он 39 лет проохотился умер в тайге в зимовье я ездил хоронить его для меня это большая утрата и он приехал работала на автобусе с оренбурга и мы с ним начали охотиться и и я там привык что например один берет чайник и пошел за водой другой должен быстро здесь наготовить дров или затопить печку а мы с ним когда начали переходы были длинные у нас по 25 по 30 километров придешь вымытанный и он сядет на нары в зимовье и сидит я быстро печку затоплю хватаю чайник и за водой ну день-два потом я имел оболодя все кончать мы здесь пришли оба усталые замученные надо шустро все сделать и потом мы сядем все охотники промысловики знают что когда доползаешь до ему до избушки охота быстрее упасть на нары иногда такой вымотанный вообще для промыслового охотника я и по себе и по многим с кем разговариваем зимовье вместе мы самое большое наслаждение когда придешь растопишь печку попьешь чаю и ляжешь на нары вот это чувство такое расслабленности когда все тело твое которое вымыталась она прям отдыхает это мы даже между собой говорим какое блаженство так вот замученный и отдыхать вот это настоящее блаженство потом через какое-то время володя уже обосновался капитально ко мне приехал брат виктор о нем я вам тоже много раз показывал точно такая же картина как с володей тоже пришлось маленько прикрикнуть пошуметь сделать строгий вид и все и ребята сразу это поняли потому что я когда вдвоем надо работу делить поровну там очень хорошо видно когда кто-то хочет на ком-то проехаться и это воспринимается болезненно а если вы выбрали напарники заехали на 5-6 месяцев и там вдвоем а он как говорят эвенки энергия было ленивые очень то это очень плохо эвенки они с пацанят учатся они там пока пацанят берут ребятишек в тайгу и видишь начинаем палатку ставить а они бегут наламывают веточек меленьких и бодоровки и расслабляет костер чтобы ставить чайник кастрюли бегут за водой собирают сучки на костер у них вот это уже как бы как мы говорим в крови но не в крови а с детства приучены они так воспитаны с детства вот когда напарника кто-то выбирает надо конечно очень четко примерно сможешь ты с ним или не сможешь не с каждым напарником сможешь я например с братом охотился а он старше меня на 6 лет и у него привычка такая когда ему что-то скажешь он наоборот говорит например говоришь витя давай сегодня вверх пойдем там сходим проверим может звери есть поохотимся нет пойдем вниз например я скажу давай в бомнак пойдем уже столько уже месяц здесь болтаемся давай сходим дня на три-четыре недельку он говорит нет давай коли еще поохотимся если я скажу давай поохотим он скажет нет давай но со временем это все-таки брат родной я к этому привык и стал например надо идти домой я ему что видя наверное дней десять еще поохотимся он да нет коля надо домой вот это вот притираться и друг друга понимать и как бы где-то что-то уступать к этому приходишь когда вдвоем втроем начинаешь нащупывать такие моменты которые приходится приспосабливаться кто-то что-то может лучше делать кто-то что-то хуже это тоже вот этот же брат который вот так вот все напротив мне говорил у него была очень хорошая привычка мы например делаем зимовье и вот ложим сруб я за камель берусь и ложу на венец следующее бревно он не даст за камель взяться я говорю да видите ну ладно нет коля ты же ну что ты ты будешь все тяжелое поднимать а мне подсовывать легкое и вот это вот глубоко такая порядочность его она меня просто завораживала точно так же и с Володей ну мы друзья детства у нас бывало что-нибудь так поспоришь по мелочам ну без обиды а бывало в тайге там такого вот напарника у меня не было я ни с кем как бы не охотился кроме вот брата и дроба что в стадии я знаю один там такой был ленивый мы его стадом нас было человек восемь выдавили он ушел в другое стадо за линями идет позже всех не найдет раньше всех приходит например если кто-то пошел он может не пойти такой капризный то ему варят не так то это не то вот такие попадаются с такими тяжело потому что в тайге надо чтобы было друг другу такое уважение тогда там смех рассказы весело все друг другу рады в стадии было когда я был бригадир у меня было 11 человек пастухов и чум работницы поэтому надо было чтобы коллектив чувствовал себя уверенно нормально никто никто не обиженный ни ущемленный ни в работе ни в отдыхе нигде есть напарники например я знаю что в одном там вместе охотились два один старый другой молодой вот они поделили речку один с одной стороны другой с другой и расставили когда капканы то молодой видит что старый не может далеко уйти он за два дня пробил лыжню дальше его как бы окружив его и перегородив теперь соболя которые оттуда подходили они шли через его капканы он их вылавливал еще этим потом хвалился вот я его надул он приходит и я его спрашиваю что нет соболей нет ну это вообще такой с таким напарником конечно ездить нельзя ну вот коротенько сейчас загляну вот самое страшное это вот в тайге я уже об этом говорил у меня там есть видео почему нельзя врать когда врут и обманывают вот я уже сюда приехал и с предпринимателем мне пришлось столкнуться чем отличается предприниматель вот от охотников каждый предприниматель свою выгоду ищет а охотник добычу делит пополам если я кого-то взял напарники мы все делим пополам чтобы не обидеть это такой закон у нас был и с Володей и с Виктором это даже если они только что приехали мои капканы мои избушки все все равно мы с ним делили все это пополам а предприниматель он ему выгода у него тайна дохода он даже не говорит своим там соратникам сколько доход все это скрытно мне это не нравится я таких людей не люблю и сейчас вот этот капиталистический строй меня от него в другой раз тошнит просто тошнит потому что не по-людски смотришь сплошной обман как я говорю есть семь пядей во лбу пусть бы в семь раз он был богаче а то в тысячу в миллион раз богаче это я считаю несправедливо ну вот напарник еще самый хороший это если у вас есть хорошая рабочая собака это я люблю с собакой охотиться выслеживать соболей отпускать собаку загонять стрелять это особое удовольствие бывает что я больше половины соболей ловлю с собакой и когда есть надежная собака которая тебе и соболя залает и от медведя спасет и зверя поставит сахатова и ты уже к ней привыкаешь уже знаешь ее привычки слышишь на кого она лает белку или рябчика или вот соболя о это зверя лает это особое наслаждение это охота это не стрелять по светящимся глазам или не гнать на звездеходе сахатова пока он не упадет где-нибудь по качке в море вот это охота я считаю а не такая что набил ты полный кузов мясо потом за тобой гонится инспекция и ты залазишь один залазит на кузов и начинает коз этих выкидывать с кузова как будто не ты убил ну вот я желаю чтоб вам попадались хорошие напарники чтоб охота для вас была в радость чтоб вы себя чувствовали на охоте с людьми сильными честными ну таких как показывали в фильмах вот это мне охота поэтому желаю всем хороших напарников а пока всего вам доброго удачи здоровья радости гармонии с самим собой с окружающим миром пока пока пока